Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, очередной понедельник, новая неделя, новые события и те же самые разговоры вокруг интересующих нас с вами движений. Сегодня мы говорим о фондовых площадках, о финансовых площадках. Тема программы такая. Прогнозы по рынку акций. Какой будет динамика этим летом? Это всегда интересно этим летом. Что же будет этим летом? Значит, говорим мы об этом сегодня в студии Сухого остатка с моими гостями. Их я представляю. Это Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций Ланта Банка. Добрый день, Олег. Добрый день. И это Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании Максвилл Капитал. Добрый день, Александр. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе, поскольку все-таки это всегда интересно. А что же будет? А что же будет? Будем гадать сегодня в очередной раз. Ну, давайте посмотрим, тем не менее, что есть, что было и что есть. 15.05 в Москве. Итак, картина маслом. Закрытие прошлой недели занималось падением американских индексов. По полтора процента потеряли Dow Jones и S&P 500. Что это? Начало долгожданной коррекции или так себе? Посмотрим. Азиатская сессия сегодня также в отрицательной территории. Nikkei сдал почти 4%. И Шанхай композит скромно, но все же в минусе закрылся. Потерял 0,05%. Европейская сессия сегодня, я бы сказал, разнонаправленно. И в основном это можно говорить о наших индикаторах, которые открылись сегодня в отрицательной территории, а сейчас выбираются уже в плюс. И можно сказать следующее. Индекс РТР торгуется 1330, да, ниже 1300 наблюдали. И мы его совсем недавно. МВВ 1350. Нефть марки Brent забралась выше 100, хотя тоже прокалывала ее сверху вниз. Золото продолжает торговаться в диапазоне. 1395 текущая котировка. Евро-доллар тоже, видимо, нащупал опору. 1.3015 его текущий курс. Ну и доллар-иена тоже, наверное, стоит упомянуть, потому что торгуется пара в районе 100 иен за доллар. Такая знаменательная циферка. Посмотрим, что будет дальше. Ну и набор голубых фишек разнонаправлен сегодня. Давайте посмотрим, что дает нам позитив. Лукоил почти 2% прибавляет. ВТБ также в плюсе Сбербанк больше процента. Рост не в полпроцента. Ну и теряют Ростелекол 2 с лишним. Аэрофлот почти 2,7% теряет Газпром. В общем, действительно, разнонаправленная динамика. Видимо, все-таки еще непонятно, что нам ждать этим летом. Ну, в любом случае, давайте начнем беседу. И первое, что надо, наверное, отметить, сегодня первый, ну, рабочий день, по крайней мере, да, нового месяца, нового месяца, летнего. И если все же сравнивать ожидания динамики летней с тем, что происходило годами раньше. Саш, ты давно трейдером работаешь? Ну, почти 6 лет. Вот, вот, у тебя уже есть некая статистика, статистические выкладки. Что обычные трейдеры делают летом? Расскажи, пожалуйста. Отдыхают, как и все остальные люди. Ты собираешься уже? Да, через 2 недели уже. Это нормально. Ну, пока 2 недели, тем не менее, у тебя еще активные жизни. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что будет происходить в ближайшее время, ну, как минимум, в ближайшие 3 месяца, а может быть, даже и в июне? Ну, как правило, летом активность падает. Нет, учитывая то, что нету какой-то сильной динамики, какой-то сильной темы, на которую рынок так или иначе реагирует. Сейчас в основном все движения, ну, на американских площадках, это спекуляции вокруг свертывания стимулирующей программы КИВИ. Вот, и, соответственно, вот то, что падение, мы видели в конце недели, оно было по поводу падения доходов, падения доходов населения, отреагировали плохо, потому что, соответственно, это повлияет на отчетность, а до этого на экономические индикаторы, которые более косвенно влияют на экономику, реагировали положительно в надежде на продолжение стимулирующих мер. Соответственно, индикаторы, которые выходят сейчас экономические, они хороший или плохой, они оцениваются только с точки зрения того, повлияет ли они на продолжение стимулирующей программы или нет. Ну, к чему я все подвожу, я думаю, что колебания будут, колебания будут не сильными, сильных движений, по крайней мере, на первую часть лета я не жду. Я думаю, что стагнация, она продолжится, ну, скорее всего, годовые минимумы мы обновим. По индексам МБРТС, сильного какого-то движения не жду. Я понял. Ну, вот то, что мы, собственно, отскакиваем сегодня от 1300, это еще не окончание падения, на твой взгляд, да? Я имею в виду, по индексу РТС я сейчас посмотрел. Ну, на сегодняшний день, ну, на сегодняшний день там фьючи американские начали отрастать, потому что падение было достаточно значительным, это типичная ситуация, когда после такого падения на следующий день фьючи отскакивают. Нефть тоже отскакивает. И такой есть момент, что наш рынок сейчас очень зависим от внешнего капитала, соответственно, я могу предположить, за счет эффекта низкой базы, если, может быть, какие-нибудь денежки зашли, которых мы еще не знаем, они могли очень пригодиться, да, подстегнуть рынок, даже небольшая сумма. Это да, это да, денежки в этом случае нам бы очень пригодились. Олег, расскажи, пожалуйста, собственно, если говорить о предыдущих каких-то событиях, следующих событиях, ожидаемых событиях, на что в первую очередь надо сейчас обращать внимание, учитывая действительно начавшийся летний период, ну, и, видимо, традиционное отсутствие особой активности, да? Да, да, да. День был очередной исторический максимум по S&P, да, то есть наметился определенный, как бы, разворот, пока говорить о смене тренда рано, но, де-факто, мы уже видим, что отрицательных дней больше, чем положительных на американском рынке. То есть это будет основной фактор, он там, соответственно, будет более ясен на следующем заседании, которое там порядка 17-18 состоится. Вот, соответственно, все ждут, все в напряжении по поводу того, что же будет предпринято, причем, соответственно, интрига на самом деле сохраняется, потому что многие ждут, что раз предыдущие заявления были более такого консервативного характера, направлено на сворачивание мер, то сейчас будет точно уже объявлено о сворачивании. Но не все, наверное, так просто, вот, потому что многое будет зависеть именно от безработицы. Безработица, предыдущие, по крайней мере, значения были довольно положительными, соответственно, это не говорит о том, что следующие будут тоже положительные, да, то есть нас ждут еще объявления о payrolls'ах, майские. И интрига сохраняется, все, что может сказать. Ну, вот, смотрите, по поводу того, что действительно интрига сохраняется, эта неделя насыщена просто, да, важной макрогенонической статистикой, начиная, ну, или заканчивая неделю, да, ну, и начиная, я имею, по уровню, наверное, важности с payrolls'ами традиционной, первая пятница этого месяца, как раз в 16.30 будет, да, статистика по рынку труда, а потом ЕЦБ заседает поставки, Банк Англии заседает поставки, ВВП, по-моему, пересмотренный, да, и европейский тоже на этой неделе. Ну, я к чему, да, вот, Саша, ты сказал об этом, что летний месяц, с одной стороны, да, летние месяцы, с одной стороны, это отсутствие, там, какой-то большой части, да, активных игроков. Если нет какой-то конкретной идеи, бум может случиться в любой момент. Естественно, естественно. И на лето он тоже может попасть. Безусловно. Но чаще лето, это более спокойные месяцы. Более спокойные, и вот, смотри, да, вот, на мой взгляд, парадокс какой-то получается. Лето спокойное, вроде бы все говорят, надо отдыхать, две недели и в отпуск. А с другой стороны, интрига, интрига, она не то, что сохраняется, она нарастает каждый день, да, вот, сейчас нет динамики никакой, американцы говорят уже, ну, или мы им говорим, уже пора корректироваться, они никак не собираются это делать. Нужен какой-то толчок, а этот толчок, вот он, вокруг Куи-3, будет, не будет, на этой неделе посмотрим на статистику, на следующей неделе послушаем Бернанке. Боже мой, а на тонком рынке ты же можешь себе представить, да, что делается, если вдруг начинаются проливы-то какие-то, можно там по 50% увидеть. Я бы выделил, кроме интриги с ФРС, которая, соответственно, скоро разрешится, что второй квартал заканчивается, и, соответственно, второй квартал, ну, второй квартал, он сам по себе, он не очень хороший, он для всех, спад наблюдается, в принципе, почти во всех отраслях. И, как уже повелось, не знаю, уже второй, наверное, год, ожидания очень заниженные, очень заниженные ожидания как раз дают возможность того, что рынок не только устоит, а может даже вырасти. Конечно, конечно, да, если много не ждать, то даже, да, отсутствие негатива уже позитив, а если чуть прибавили, кстати, вот сегодня по поводу статистики из Китая, да, сегодня разнонаправленная, по версии HSBC, там сегодня PMI выходили, да, они вроде ниже ватерлинии, а Китай нарисовал официальную статистику выше ватерлинии, вот непонятно опять к чему верить, да, Олег? Ты вообще чему склонен больше доверять, официальной статистике китайской или все-таки сторонней? Я бы все-таки смотрел и на HSBC, и на... Да, и сравнив, и желательно, чтобы они совпали рано или поздно, извините, я вас прерву, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций Ланта Банка, и Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании Максвелл Капитал. Мы даем прогнозы, ну ладно, мы рассуждаем, да, о динамике на финансовых рынках, что будет летом, очень интересно. Еще раз повторю, давайте мы продолжим разговор на эту тему. Еще раз повторю, интрига сохраняется вокруг КОИ-3, но тем не менее летний месяц, да, как правило, сопровождается отсутствием, отсутствием большого количества участников рынка, создает такой эффект, так называемого, тонкого рынка, и может привести, ой, 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 каким, да, Саша, последствиям. Сейчас еще раз я отвлекусь, уважаемые слушатели, Телевон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, значит, мы продолжаем наш разговор, и давайте обсудим ситуацию на российском рынке. И, Олег, вот, учитывая последние события, отскок сегодняшний, да, насколько уверенно вообще ты смотришь на российский рынок, или это все опять технические моменты какие-то, после которых весело идем на юг, продолжаем движение. Ну, российский рынок с начала года это минус 15% по РТС, это все видит прекрасно, да, потому что за каким-то небольшим ростом следуют падения, которые каждый раз все ниже и ниже, следующие минимумы. Это как бы то, что все видят в мониторах, да, те графики, которые видят, не дает пока оснований говорить, что мы в какой-то точке разворота или что-то подобное. Тем не менее, там, в пятницу мы видели набор позиций длинных по фьючерсу нет, индекс РТС, все видели, что там открытый интерес просто там на максимумах за последнее время увеличился, вот, до миллиона с лишним, по-моему, позиций, вот, то есть, локально можно говорить о том, что многие считают, что вот текущий уровень это минимумы, да, и начинают набирать позиции, причем лонги набирали как физликс, так и юрликс, что там, на самом деле, довольно показательно, да. Тем не менее, среднесрочно все не так, как бы, очевидно, как уже говорилось выше, что многое даст нам информация от ФРС, буквально, вот, ближайшие дни, да, 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 вот, и, соответственно, уже от этой точки можно будет строить какие-то там, там, среднесрочные прогнозы, там, на осень, наверное, так. Ну, сейчас, да, по твоему мнению, наверное, сейчас не очень, не очень правильное время для открытия позиций каких-то. Ну, безусловно, открытие позиций сейчас, это, как говорится, ловля падающего ножа. Он, безусловно, может быть, как бы, пойман, да, и пойман удачно, но, тем не менее, для большей вероятности лучше дождаться проторговки, отскока, закрепления выше, ну, все знают эту методику, да, и, соответственно, чтобы, ну, минимум, свести к минимуму риску. Риски, да, с минимальными рисками. Ты в лонгах, Саша, по индекс РДС? Нет. А у тебя есть позиции сейчас какие-то на рынке, на российском? Не в акциях. Не в акции, не в акции. Да, ну, знаете, на таком рынке вообще тяжело эмоционально, морально высидеть. Как бы, если, мое мнение, сейчас можно сидеть только облигацией, второй эшелон, ну, такой середнячок, второй эшелон с адекватной доходностью, и желательно все это короткое быть, потому что действительно есть такое-то, что рынок очень низкий, и может быть такое, что эффект низкой базы может сильно его вынести, движение может произойти очень редко. Поэтому тут, конечно, желательно сидеть в коротких бандах, они дадут возможность быстро из них выйти, ну, не потеряя значительной суммы, быстро успеть войти в рынок, если вдруг... Если нет, то... Подожди, вот ты сам говоришь, да, что может быть вынос достаточно серьезный, достаточно быстрый. А как можно успеть? Поезд уйдет уже? Ну, это же не за одну секунду. Не за одну секунду? Ну, разумеется. Просто я считаю самую большую проблему фонду рынка России не то, что он падает. Проблема в том, что он не растет, и это длится уже несколько лет. Это идет медленная стагнация, это убивает инвесторов, это отталкивает деньги от рынка. Это даже самое плохое. Пусть он как в восьмом году там очень сильно бы обвалился, а потом вырос. Это намного лучше, чем то, что происходит сейчас. Это ухудшает инвестиционный климат и настроение инвесторов по отношению к рынку. Сейчас рынок очень тяжелый. И, конечно, ну, в кэш-сеть смысла нет. Короткий второй эшелон, я считаю, оптимальным. Причем короткий второй эшелон именно рынок облигаций, я правильно понимаю? Ну, разумеется. Так, хорошо. Ну, а если все же, да, смотреть на ближайшую перспективу, на перспективу трех месяцев, что из отраслей, Олег, нашего рынка могло бы быть интересно с точки зрения рынка акций, тем не менее? С точки зрения рынка акций, ну, смотрите, пока не ясна ситуация с среднесрочным горизонтом, да, Лучше, и даже если там делать ставку на отскок, лучше придерживаться бумаг, которые ведут себя вот в моменты падения намного устойчивее, чем остальные. Просто вот если посмотреть на картину с начала года, мы видим, что аэрофлот у нас вообще в плюсе почти на 9%, МТС в плюсе на 3,5%. Это вот две бумаги из голубых фишек, которые реально там плюсуются. Лучше рынка, да, торгуются? Уралкалий, Сбербанк, Лукоэл, ну, Лукоэл там, наверное, все-таки в минусе, вот Уралкалий, Сбер там в минусе буквально на полпроцента, Лукоэл на 6%. И дальше пошли двухзначные цифры, вплоть до Русгидра 37% с начала года, да, то есть мы видим, кто как реагирует на кризис. Вот, поэтому если набирать позу, то, безусловно, это там Сбер, это, безусловно, там, наверное, в меньшей степени, конечно, МТС, Лукоэл, Сургут. Я бы останавливался на этих бумагах. Ну и потом, все-таки, опять, на средний, на долго срок, да? Ну, конечно, да, то есть однозначно, то есть, ну, тут должны действовать соответствующие принципы, кто спекулирует, короткий стоп, соответствующие стратегии, какие они применяют, кто, как бы, инвестирует, набирать позу постепенно, там, за 5-6 входов, да, как бы, формировать позицию, там, на, грубо говоря, полгода-год. Я понял. Да, Саша, давай добавишь что-то. По поводу бумаг, вот, я абсолютно согласен. На нашем рынке можно входить только в сильные бумаги. Индекс время от времени меняется, если смотреть на его динамику, не совсем понятно, как все происходит на самом деле, потому что было 30 акций, там, сейчас 50 акций, какие-то акции выросли, кто-то обновил даже исторический хайф, кто-то, наоборот, исторический минимум. Сегодня утром я, насколько я вообще видел, рост телекома, он там на 5-летнем или 6-летнем минимуме, вот. И, разумеется, тут нужно выбирать сильные акции. Вот, согласен очень по поводу телекомов, мегафон МТС, вот, сильные бумаги хорошо себя чувствуют. То есть они и в динамике сильные, и в перспективах тоже, да, у них есть? Да, да, да. На нашем рынке можно даже просто проще сказать, от чего лучше отказаться. Давай, давай. От циклических сторон, такие как энергетика и металлургия, потому что в текущих реалиях, ну, перспективы их вообще никак не видятся. Вот, есть неплохие бумаги в ритейле, ну, магнит, да, всем известный, всем известный, всем любимый. Великий, ужасный, растет, максимум обновляет, и предпосылок, предпосылок на снижение тоже не вижу, потому что отчетность прекрасная, магазины открываются, да. Ну, знаете, часто высказывается такое мнение, что это пузырь, он просто раздувается, я считаю так, что такой пузырь может еще дуться очень долго. Совершенно верно. Не, ну, потом пузырь есть пузырь, а за магнитом есть реальные действия. Есть реальные, да, цифры совершенно верно. Это недвижимость, это большой актив, это большой оборот. Конечно, цифра отчета в конце, конечно, бухгалтерская. Отчеты просто прекрасные. Конечно, конечно. Значит, я еще хотел узнать у вас, по-моему, сегодня, ну, даже дело не в том, что сегодня где-то я прочел эту замечательную фразу, по крайней мере, о ней говорилось-то, наверное, неоднократно и раньше. Вот такое ощущение кризиса, возможно, в ближайшее даже, может быть, время. Есть, Саша, или нет? Кризиса глобального, опять-таки, не то, что, да, там, Россия ждет не лучшие времена, это понятно. Я считаю, что сейчас мы как раз в кризисе, мы его, может быть, так не ощущаем, потому что он не сопровождается какими-то сильными или резкими движениями, но так или иначе они происходят. Может быть, они просто происходят частично. Сначала металлы обвалились, как бы, может быть, индексы чуть постояли, мы думаем, о, металлы обвалились, но вроде индексы стоят, так вроде нормально. Потом резко индексы... То есть в кризисе не чувствуется, да? Да, вроде как, он вроде там где-то там что-то обвалилось, потом там, там, там вроде как-то не чувствуется, но по факту, если взять... Все вместе. Все уже плохо. Можно, конечно, ожидать, что будет хуже, но по факту мы уже в кризисе. И вероятность того, что станет лучше, мне кажется, она даже больше, чем хуже, потому что уже и так очень плохо. Согласен, хуже некогда. Олег, ты как ощущаешь кризис в нынешней действительности? Ну, тут, наверное, стоит уточнить, что вот можно говорить о двух кризисах, да? Первый это там фундаментальная экономика, да, так называемый мейнстрит, да, и, соответственно, рынок, да? То есть, если говорить о фундаментальной экономике, то, безусловно, кризис там в России, в частности, он, если он не идет, он уже на пороге, да, и стучится в дверь, да, потому что прогнозы по бюджету крайне неутешительные. 1,6 триллионов недополучит бюджет, не сможет выйти на бездефицит, сокращают прогнозы по ВВП. Первый квартал вообще там, по-моему, там до 1,6 процентов роста первые цифры против там, грубо, 4 с лишним прошлый год, так и так же, да? То есть, очень сильно пострадала за последние годы рентабельность в промышленности, обрабатывающая промышленность там, очень низкая рентабельность, гораздо ниже, чем, грубо, банковские кредиты для этой промышленности, да, то есть, для бизнеса такие довольно сейчас непростые времена, в то же время, зачастую, рынок реагирует с небольшим опозданием на такие вещи, да, вот у нас он уже, он уже реагирует, а в Соединенных Штатах он еще даже плюсует, да, как бы, то есть... Хотя у него тоже, да, логика такая же есть, потому что замедляется... Конечно, да. ...нофы не очень хорошие. Вот, поэтому это всегда, как бы, есть определенный лаг и всегда есть дискорреляция некая между этими двумя факторами, но, де-факто, что бы кто ни говорил, фондовый рынок это продолжение экономики, а не ее, там, начало, да, то есть, поэтому, если мы видим негативные тенденции в реальной экономике, мы рано или поздно их все равно увидим и в акциях, и в индексах, и в валютах. То есть, если, так сказать, основываться на твоих предположениях, то и на фондовом рынке мы можем увидеть еще и уровни гораздо ниже. То есть, безусловно, я думаю, что вот текущее понижение, это, там, возможно, выход из рынка наиболее прозорливых игроков, возможно, западных, скорее всего, западных, да, которые, как бы, черпают информацию, там, и СМИ видят, что происходит, да, и, как бы, выводят заблаговерение на деньги. Я понял. Так, значит, сейчас мы еще раз прервемся новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир сухого остатка. Говорим сегодня о финансовых рынках, как всегда, динамики на отечественном рынке. Вот пока были новости, посмотрели мы в очередной раз на то, что происходит на наших площадках, собственно, позитив, позитив. Ну, такой локальный, конечно, но, тем не менее, продолжается отскок. И РТС уже больше 1330, ММВБ выше 1350. И нефть, главное, что уже почти 102 доллара за бочку. Ну, бренд мы, да, обычно с вами мониторим. Мы мониторим поларопроцент. То есть начинали мы полчаса назад, она стоила чуть выше 100, а сейчас уже почти 102, да, вот прибавило в моменте. Все это неплохо, конечно, но, опять-таки, надолго ли это, надолго ли, долго ли. Хорошо, давайте вернемся к разговорам о кризисах, хотя, конечно, не очень, наверное, не очень конструктивные разговоры. Но, тем не менее, Европа, на этой неделе, повторю, да, Европа нам дает обновленную статистику по ВВП за первый квартал. И заседание ЕЦБ планируется в четверг, вот, с точки зрения ожидания этих событий, Саш, ну, ты в курсе, во-первых, да, потому что ты приехал только сегодня из отпуска, мог не знать о том, что это планируется. Нет, я в курсе, ну, никаких ожиданий нет, я думаю, останется на уровне, что касается... Снижать не будут больше ставку, я имею в виду по ставке. По ставке, думаю, вряд ли, ну, по крайней мере, приспосылок к этому нет, снижение ставки, как правило, предшествует каким-то сильным экономическим встряскам, ничего, ну, ничего такого экстраординарного за последнее время из Европы плохого мы не слышали, понижение ставки, ну, понижение ставки, как правило, разгоняет инфляцию, и без особой нужды ставку понижать не будут. Повышать тоже особо и не улучшить. Совершенно верно, совершенно верно. Так что я считаю, что ставки останутся на уровне. По поводу пересмотра ВВП, вот тут сложный вопрос, как уже в последнее время заведено, часто бывают сюрпризы. Бывают сюрпризы, да? Ну, хорошо, сюрпризы, они на то и сюрпризы, что это нечто неожиданное. Вот, а если говорить все-таки о неких ожиданиях, Олег, да, рецессия в еврозоне, она сохраняется до сих пор и продолжится еще там ближайшие несколько кварталов, как ты думаешь? Ну, последние цифры выходили, на самом деле, там, в частности, Германия, Италия, что характерно, довольно неплохие цифры выходили, да, причем даже Греции повысили рейтинг S&P, да. То есть, какое-то выправление ситуации мы видим, возможно, это, там, ну, хотя времени, конечно, было мало, но, возможно, ставка S&P тоже уже, или ожидания ее понижения сказались, да. Вот, тем не менее, безусловно, говорить о том, что, там, все позади, там, скорее всего, преждевременно, вот, потому что, в принципе, у еврозоны, как бы, не проблемы, там, с ростом, они структурные проблемы, да. То есть, идея, идея всей еврозоны, что объединить страны по, там, в некий союз, да, изначально, да, теперь превратилось в то, что мы видим. Кстати, извини, пожалуйста, мне понравилось очень часто, ты говоришь, объединить страны по, и я так понимаю, продолжал ты, да, мысль такую, по какому признаку вообще они объединялись, эти страны, по географическому какому, да, то есть, рядом, если есть, давай к нам, рядом есть, давай к нам, странные объединения, конечно. Да, и теперь это все объединение превратилось в некую группу должников и кредиторов, да, которые, там, взаимно обязаны друг другу, да, в валюте, которую каждый из них не контролирует. Совершенно верно. Вот, поэтому говорить о том, что, там, мы видим несколько кварталов, там, какие-то позитивы, и все будет хорошо, но, наверное, преждевременно. Это если опять переводить, вот, подобную точку зрения на валютный рынок, ну, тоже евро-доллар, да, то есть, как бы, понятно, что в средне-долгосрочной перспективе улучшения в евро мы, как бы, не ожидаем, да, понятно. Вот, и, тем не менее, периодически видим в графике, там, евро против доллара растет. Ну, это значит, что он как-то корректируется, да, и любой его рост, это основание для того, чтобы запродать евро-доллар, наверное. Возвращаемся, точнее, ну, да, возвращаемся на российскую действительность, и заговорили о валютах, вот, доллар против рубля, ну, то есть, рубль, да, вышел из диапазона, устоявшего несколько недель, державшего несколько недель, вышел вверх, ну, как и ожидали мы, да, то есть, рубль слабеет. Значит, сегодня максимум был в районе 32.10 уже, сейчас немножко корректируется, укрепляется рубль. Ну, и, Саша, учитывая ожидания российской экономики и ожидания, связанные с током капитала, там, да, негативной динамики на фондовом рынке, какие перспективы про рублю ты можешь озвучить? Ну, в последнее время рубль ослабел, хотя я не жду его выше коридора, допустим, 33 рублей, потому что деньги все равно в нашей стране очень дорогие, ЦБ, конечно, держит в этом плане заглотку, и это, разумеется, будет сдерживать рубль. Давай, подожди, во-первых, дорогие с точки зрения курса к доллару или дорогие с точки зрения стоимости ставки рефинансирования? Ставки рефинансирования, конечно, сама стоимость денег, а это же поддерживает валюту, это, в принципе, очень важный фактор. Ну, условно, вот тогда и с этой точки зрения, если можно, да, ты прокомментируй, пожалуйста, мы ждем июньского заседания, мы ждем вступления в должность госпожи Набиулиной и, наверное, ее первую отмашку, так сказать, да, такую символическую, но, тем не менее, снижения на 0,25 нет, ты не ждешь этого ничего? Я вам честно скажу, я бы этого хотел. Деньги очень дорогие, деньги дорогие, соответственно, кредиты дорогие, это зажимает бизнес, это зажимает потребительский спрос, это, соответственно, не дает развиваться бизнесу. Соответственно, чего нам ждать? Либо ЦБ сам проявит инициативу и понизит ставку, чтобы простимулировать экономику, либо ему придется это сделать, потому что экономика заставит, потому что очень сильно упадут основные экономические показатели, которые на это влияют. Вот 1,6 по первому кварталу, да, сейчас за второй квартал покажут, там, еще какой-нибудь 1,1 и все, вот вам рецессия. Это еще не основание для того, чтобы зашевелиться? Вы знаете, человек очень хорошо умеет терпеть и ко всему приспосабливаться. Особенно россияне ты, наверное, захотел добавить. Да, 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 да. Знаете, даже сейчас, ну, если смотреть статистику, даже ту же ипотеку, ипотечный портфель Сбербанка больше триллиона, это там и исторические максимумы, вообще просто огромная цифра. Если об этом думать, люди еще пока не понимают, во что они связываются. И я думаю, что когда первые отголоски вот этих дорогих кредитов начнут выливаться в рынок, когда начнут банковские риски увеличиваться, вот тогда у ЦБ не будет другого выхода, как зашевелиться. Но напережение никак не может, или у нас не слишком мобильный все-таки, да, регулятор? Ну, видите, напережение, смотри какие цели, да, 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 мы сдерживаем инфляцию, мы боремся с инфляцией, мы держим рубль. Ну, стоит, конечно, сказать в оправдании ЦБ, что с этим более или менее получается, но если верить официальной статистике, разумеется, вот, но, соответственно, нужно понимать, как это отражается на экономике, это стагнация. Олег, ну, твоя точка зрения на динамику рубля и в связи с этим события ожидаемые, ну, в частности, вот, с ставкой финансирования. Один из основных факторов отток капитала, возрастает спрос на валюту, продают рубль. Второй общий негативный фон по ситуации в России, который официальной власти, первые причем об этом и говорят, да, как бы это второй, наверное, ну, и, наверное, может, главный даже сейчас фактор. Инфляция остается, там, на довольно высоком уровне, выше 7, мы реально, Россия реально входит, наверное, в круг стран с самой большой инфляцией сейчас. Небольшой круг стран все-таки, да? Да, да, безусловно, вот, поэтому, как бы, говорить о том, что решение у ИСБ будет простым, ну, скорее всего, нельзя, да, то есть это будет опять сложное, как бы... Извини, поправлю, ты говорился, у Банка России, конечно, да, мы про Банк России. Безусловно, да, ссори. Вот, будет, опять же, непростым, то, что мы видим сейчас, мы видим начало интервенции, которая четверг-пятницу уже порядка четырех, валюты продали порядка на 4 миллиарда рублей. То есть, сдерживает все-таки, да, ослабление рубля банка. Если говорить о том, что будет с рублем в ближайшие, в ближайшие какие-то дни, недели, да, ну, если посмотреть на статистику интервенции прошлых, когда рубль пытался, как бы, падать, да, и что происходило затем, ИСБ продолжает интервенции, там, неделю, полторы, даже две, там, примерно, продавая валюту, примерно, на 2 миллиарда рублей в день, пока, как бы, рубль не опускается, не поднимается примерно до отметки 31,2-31. Да, потом он опять немножко поднимается до 31,5, но, тем не менее, как бы, для СБ можно сделать вывод, что комфортный уровень в районе, там, 31,2-31,5, и он, скорее всего, будет к нему стремиться. Ну, даже сейчас мы, да, уже видим до 32, и вот Саша предположил, что, если сохранится подобный, да, и макроэкономический, экономический конъюнктур, то мы и 33 увидим. Да, хотел такой еще момент, с точки зрения эффективности Центрального банка России, если я не ошибаюсь, по данным Центрального банка России, на первый квартал отток был около 27 миллиардов, общий отток из страны. Если мы берем, например, прошлый год, то такие сильные оттоки двигали рубль на 2-2,5 рубля, ну, курс рубля по отношению к доллару. Сейчас, там, это, грубо говоря, рубль, максимум полтора, потому что за первый квартал был действительно колоссальный отток, и если представить, что темпы продолжатся, это может все очень плачевно для нас окончиться. Ну, плачевно, не плачевно, но я даже вот твою математику, да, 31,50, последний, ну, верхняя граница, там, средний курс был, 31,50, если следует твоей логике, еще полтора рубля набрасываем, вот 33 получилось. Ну, скажем так, если ЦБ ставку понизит, 33 мы увидим, я думаю... Еще раньше, согласен, согласен. Кстати, говоря о ставке, Олег, ты считаешь, что снижение процентной ставки, ну, даже на минимальный вот этот 0,25, все-таки какой-то результат для российской экономики сделает, да, что-то сделает, или это все уже мертвому припарку, что называется? Безусловно, чем, как бы, дешевле стоимость заимствования, тем проще, тем проще развиваться предприятиям реальной экономики, да, это, безусловно, скажется положительно, совершенно однозначно, да, даже на четверть процента. Вот, с другой стороны, что мы видим в последнее время? Мы видим, что население увеличивает кредиты, мы видим, соответственно... Увеличивает, в смысле, набирает кредиты, да? Да, 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 мы видим рост просрочки, в то же время, как бы, депозитная база растет, там, намного медленнее, чем рост кредитов, то есть, де-факто, даже сейчас, при такой ставке, идет рост кредитования, да, и это, как бы, создает определенные риски банковской системе. И ЦБ это будет, безусловно, учитывать в своем решении. Кстати, сейчас рост кредитования, он за счет чего? За счет, ну, я бы сказал, недальнозоркости населения, что ли, происходит? Или есть реальный спрос, вот, на кредит? Ты про ипотеку заговорил, да, в Бирбанке, она на историческом максимуме. Ну, тут можно выделить очень много моментов. Во-первых, у нас культура ипотеки уже более-менее начала развиваться. А что под культурой, кстати? Ставка в 24%? Нет, культура ипотеки, это то, что молодые семьи берут ипотеку. То есть, это нормально становится для них, да? Это становится нормально, мы, как бы, перенимаем западный опыт, но, наверное, только то, чтобы брать ипотеку, а не как ее действительно нужно брать. Потому что... В каких условиях, да? Если задуматься, ставка больше 10% по ипотеке, это смертный приговор. Это все, ты в кабалу на всю жизнь, ну, если ты, конечно, вообще справишься. Да, соответственно, недальновидность тоже можно выделить как факт. Еще можно такое... Смотрите, последние несколько лет, в принципе, после кризиса мы быстро оправлялись. Восстанавливались. Восстанавливались, да, и... Люди росли вполне по закономерному сценарию. Саша, извини, пожалуйста, сейчас прерву тебя, мы сейчас новости еще раз послушаем, а потом продолжим этот разговор. Ну что ж, друзья мои, последняя часть сухого остатка. Осталось у нас 12 минуточек. Кстати, сразу хочу обратить ваше внимание, как резко позитив сменяется негативом. Вот буквально 15 минут назад я говорил, что РТС, в частности, выбирается уже в положительную территорию, торговался он в районе 1332, а сейчас уже 1315, и опять он ниже ватерлинии, и нефть пошла вниз. Боже мой, вот он, собственно, летний месяц, да, Саша? Тонкий рынок-то. Ну, давайте продолжим, значит, о нашей российской действительности. Итак, все же, рост потечного, в частности, кредитования, рост потребительского кредитования, да, такая статистика, наблюдается, несмотря на ставку, рефинансирование, несмотря на жесткие условия банков, она чем обусловлена? Вот Саша говорит, это, прежде всего, недальновидность, отсутствие некой культуры, да, потребления, потребительского кредитования. Ну, знаете, я еще чувствую наше общество как такое постсоветское, все равно мы еще не отошли от Советчины, и многие люди считают, что у всех випотеку у них есть дом, они не думают, что это аренда у банка, а нет, как свое жилье. Извини, пожалуйста, а вот если другая точка зрения, если действительно говорить, что многие рассуждают еще по Совковому, да, как принято говорить, а извините, при советской власти, да, я думаю, потребительское кредитование было еще, да, еще ниже, популярно, то есть Совковая позиция, на мой взгляд, это ничего не буду, никакого ипотеки, никакого кредита, ничего не буду, буду сидеть и вот хлеб жевать. Советская, Совковая психология имеет в виду то, вы знаете, как моя бабушка говорит, у человека должен быть свой дом. Это да, это да. Я пытаюсь привести какие-то факты, там, ставки, ипотеки, там, расписать, как это, что это, но, знаете, на советского человека это тяжело не подействует. И чем дальше от Москвы, чем, чем это более, там, глубинка, начинается еще более, ну, это более ожесточенно, вот эти вот эти синдромы, там, своего дома, синдромы, лучше я там больше заплачу. Да, что позиция такая, обязательно свой уголочек должен быть, вот бабушка у меня так говорила, свой уголочек должен быть, и поэтому я иду на все, и даже иногда на то, что, на что ходить бы и не надо было бы, да, для того, чтобы уголочек заебить. В общем, да, я думаю, это проблема отсутствия финансовой грамотности, отсутствия продолжительного количества жизни в капиталистическом обществе, я бы даже сказал. Ну, так уж случилось, не так давно там живем. Да, я бы сказал, что это привычка, люди уже привыкли у нас брать кредиты, людям нравится кредит, они платят меньше, зато они есть сейчас накопление, как вот отметил Олег, депозиты намного меньше, чем кредитов. У нас Россия щедрая душа, да, у нас широкая российская душа, нас очень любят тратить, соответственно, все хотят все здесь и сейчас, мы не успели так наесться, как другие развитые капиталистические страны, и для нас кредиты это единственный способ. Понятно, я же не хочу, мне почему-то казалось еще, смотри, мы научились уже, да, брать в кредит, еще не научились отдавать, брать, отлично. Олег, что это по поводу кредитования, есть смысл ожидать его, ну, в связи с тем, что, может быть, более либеральные будут условия через какое-то время? Ну, смотрите, касательно кредитования, да, в нашей стране есть один фактор, который, как бы, в том числе подстегивает это все, это все, это госрасходы, да, то есть в Российской Федерации 30% инвестиций, это так или иначе связано с государством. То есть огромное количество бюджетных учреждений реально на субсидии, по данным Минфина, уходит там порядка там 830 миллиардов просто на то, чтобы их поддерживать. То есть это фактор, который, как бы, даже если, там, коммерческие организации, там, снижают прибыли, как бы, экономика, там, чувствуют себя не в лучшей форме, но продолжаются госинвестиции, люди получают зарплату, и так или иначе, как бы, это реально основание, чтобы, там, увеличивать кредит, например, да. То есть, если в коммерческой организации человек понимает, что не все так хорошо, в государстве он, как бы, он может... Ну, он об этом не думает даже просто, конечно, понятно. Ухудшение. Поэтому пока, как бы, государство продолжает эту политику, как бы, мы, в принципе, какое-то время можем еще увидеть это рост калитования. Я понял. Хорошо, ну, если не возражаете, времени мало у нас, к сожалению, давайте поговорим о перспективах цен на сырье, на нефть, прежде всего. Вот сегодняшнее, да, движение ниже 100, ну, пока оно краткосрочно даже, даже кратковременно, но... И тем не менее, основания ждать, что нефть уйдет ниже есть, как ты думаешь, Саша? Основания, разумеется, есть, потому что цен на нефть это отражение промышленности, это отражение реального промышленного сектора, соответственно, мы не видим... Ну, как уже говорил Олег, да, это 1,6 по ВВП, это совсем мало. Соответственно, мировые цены на нефть... Ну, здесь речь идет и не только, да, о развитии российской экономики. Я понимаю, хотел сказать, что, да, то, что PMI Китая, вот мы до этого обсуждали, он тоже там еле-еле до 50 не дотягивает, а так по вот SSBC, там он вообще не дотягивает до 50, соответственно, это говорит о спаде, о спаде замедлений. Китайской? Я не жду, правда, вот сильного, это там вот, прям вот если прям все совсем-совсем плохо, я не жду ниже 90. Ниже 90, то есть вот этот уровень, о котором ты говорил, это 90 будет? Да, да, я думаю, что всеми способами наше государство будет его поддерживать, так как уже оговорился о том, что бюджет заточен, но не ниже, чем 90, поэтому, что касается России, всеми способами будет... У нас, я боюсь, не так много способов-то, боже мой. Олег, ты видишь нефть ниже 100, ну, в среднесрочном какой-то перспективе? Не исключаю, не исключаю, хотя реально последний там год-два мы видим очень стабильные сцены, да, там 100, это просто такой ключевой в последнее время показатель, да, который там держится и, наверное, там не так просто сдастся, да. Для этого что-то должно произойти из ряда, да. Но тут есть, если посмотреть на картину немножко шире, то мы видим некое затухание суперцикла сырья, которое было там, грубо говоря, с 2000-го, наверное, года, да, то есть на ожидании там китайской какой-то взрывной экономической активности, да. Вот. Все это сейчас начинает приводить к тому, что заложенные мощности, увеличенные там в процессе пика этого суперцикла, они становятся невостребованными. Это все вкупе с снижением спроса основных потребителей, вкупе с ланцевыми разработками в США и по прогнозам 6-7 лет и реально США может стать, прекратить экспорт, да, то есть есть такие цифры. И, соответственно, мы можем увидеть очень резкое движение. Вниз, вниз. Да, да, которое мы не видели, вот, от которых мы уже отвыкли, в частности, внефть. После восьмого года. Да. Вот, соответственно, пока, как бы, об этом говорить рано, но такого исключать нельзя, да, и, то есть, мы можем увидеть и 80, и 75. Я понял. Олег, ну и смотри, вот, совсем мало времени, если вдруг, да, действительно это случится, а может и не вдруг это случится, вообще у России есть некий запас прочности, благодаря которому она не так сильно почувствует это падение, потому что, я уж не знаю, вашу позицию, да, озвучьте, но я часто слышал в этой студии, в частности, что если и будет движение ниже, там, 100-90, ну, ненадолго, да, ну, условно говоря, там, какой-то прокольчик и сразу восстанавливается. Хотя тоже, это, наверное, спорная позиция. Россия-то найдет, так сказать, основания при этих ценах себя чувствовать более-менее прилично? Надо отдать должное, как бы, российскому правительству, да, так или иначе было введено бюджетное правило, мы перечисляем часть верх доходов в бюджетный фонд, у нас есть некая подушка. Подушка безопасная. Это будет довольно негативно воспринято инвесторами. С другой стороны, надолго ли, надолго ли хватит, все-таки, да, при нынешней конъюнктуре, хотелось бы, чтобы, да, подобная ситуация, так сказать, не продолжалась какое-то время. Продолжительное время, извините за футологию. Да, Саш, давай, две минутки осталось буквально. Я хотел сказать, что последние несколько лет мы слышим от правительства о том, что мы стараемся отвязаться от сырья, перестаем быть сырьевой страной, мы начинаем наращивать какой-то реальный сектор, экономику, развивать высокие технологии. Все это, конечно, хорошо, но мы не видели по факту, мы не видели действительно... То есть, все это хорошо на словах, да? Да, это хорошо на словах. Давайте завтра нефть 80, посмотрим, к чему это приведет. Совершенно верно. Что будет по факту, сказать очень сложно. Очень сложно, разумеется, определенные действия происходят. Но они не столь массивные, по крайней мере, они такими не выглядят. И как, по факту, насколько эти действия нас защитят от дешевой нефти, сказать очень сложно. Кстати, если говорить, опять-таки, ну, даже не о дифферсификации, а оптимизации всех, так сказать, всех отраслей промышленности, связанных с добычей и переводкой, и они-то не настолько оптимальны, наверное. В принципе, можно было бы, наверное, в какой-то момент сосредоточиться на нашем историческом преимуществе, конъюнктурном преимуществе, но и этот момент до конца все-таки не доведен, да? Ну, хорошо, будем надеяться на лучшее, наверное, хотя, что нам еще с вами остается? Уважаемые слушатели, я буду заканчивать. Прежде всего, я говорю моих сегодняшних гостей в сухом остатке Олег Подымников, начальник управления институционных операций Ланта Банка, и Александр Двуреков, трейд институционной компании Максвилл Капитал. Мы говорили сегодня о текущей ситуации на финансовых рынках, даже попробовали давать некие прогнозы по рынку акций. Я прошу прощения у нашего слушателя Бориса, вот сейчас он, видимо, все-таки дозвонился до прямого эфира, но, увы, у нас нет уже времени послушать его звонок. Хотя я предполагаю, что это Борис, он любитель как раз апокалиптических прогнозов. Вот, я думаю, что что-то такое примерно он наверняка в очередной раз хотел нам сегодня изложить. Ну, да ладно, Борис, вы нас простите, ради бога, зазвонитесь завтра. Я напоминаю, что каждый день в эфире Финам-ФМ программа «Сухой остаток» и даже бизнес-канал, который состоит из двух частей, «Сухой остаток» это 15-16, а дальше идет бизнес-класс с 16 до 17. Ну, и еще раз повторю, жизнь продолжается, мы увидимся с вами, теперь уже, услышимся с вами, теперь уже завтра. Уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке, берегите себя, увидимся.